Аналитические репортажи, разнообразие мнений, герои и комментарии экспертов. Объективная и достоверная в программе «В центре внимания». Представляем вашему вниманию программу IWPR, радиоинститута по освещению войны и мира. Здравствуйте, у микрофона Мири Мацаналы. После того, как впервые в истории самого Кыргызстана и в Центральной Азии в целом руководить страной доверили женщины, гендерные вопросы в стране обозначились гораздо четче. Вместе со сменой на посту Розу Тумбаевой сменились и правила для народных избранников. Так, для прежнего созыва парламента была введена норма, по которой каждым четвертым кандидатам в списке партий должна идти женщина. Полит-ячейки это требование хоть из горя пополам, но выполнили, однако тут же нашли способ, как обойти норму. Сразу после получения заветных мандатов мужчины-политики начали попросту выдавливать женщин из игры. В итоге с 2010 по 2015 год пятый созыв Джоур Кукиниша потерял 13 женщин. Такой политический расклад не устроил депутата прошлого созыва Айнуру Алтыбаеву, и буквально перед уходом в мае прошлого года она представила палате законопроект, нацеленный на соблюдение гендерной составляющей в главном законодательном органе страны. Его суть состояла в том, что при формировании списка каждым третьим кандидатам партии представила женщину. Новшество бурно обсуждалось, но не вызвало никакого энтуазизма у коллег по цеху. В итоге инициативу Алтыбаевой завернули. Женская составляющая нынешнего, шестого созыва, выбрана совсем недавно, понесла потери почти сразу. Во фракции Кыргызстан разразился скандал, в результате которого своего мандата лишились сразу две представительницы прекрасного пола – Эльмира Джумалиева и Чулпон Эстинаманова. Они заявили, что не подписывали заявление об отказе от мандатов, и это намеренное нарушение их прав и провокация. В итоге дело дошло до Верховного суда, который буквально на днях все же признал законным решение ЦИК об исключении их из рядов фракции. В апреле этого года свой мандат сдала и Лунара Мамытова, представительница новой в парламенте фракции Бирбол. Свою инициативу она объяснила разочарованием в политике, но обозначила, что не все депутаты плохие, и все-таки есть те, кто работает ради государства. Что касается гендерной составляющей, то, по ее словам, теперь уже экс-депутаты и журналистки, мужчины-политики смотрят на все это крайне скептически. Я думаю, что пока у нас сидят одни мужчины депутаты в парламенте, этот закон в этом найдет свою поддержку. На мой взгляд, мы пытались нести изменения. Я сама была как раз-таки членом рабочей группы. Почему-то все скептически на это смотрят. Те, там, ЦИК, те же депутаты, и говорят о том, что скорее не пройдет этот законопроект. Говорит Мамытова. Законопроект, о котором говорит собеседница, сейчас находится в разработке. Им занимается рабочая группа по совершенствованию избирательного законодательства. Ее создал президент еще в 2013 году. Как рассказала IWPR ее представительница Зульфия Кочербаева, у группы несколько предложений. Одно из них – зарезервировать 30 мандатов в аильных кенешах за женщинами. Что, кстати, не повлечет никаких изменений в самих выборах. Упорядочить сам процесс сдачи мандатов, когда отказное заявление депутата должны будут не просто написать и подать циклично, но и, возможно, даже заверить нотариально. Это, по мнению разработчиков, норма, позволяющая максимально избежать давления. И вот статистика у нас печальная. Практически каждые местные выборы мы теряем от 3 до 4% представительства женщин в целом. В 2012 году у нас получается, если общая статистика по выборам в местной кенеше звучит как 17%, но если отделить городские кенеши, в которых выборы проходили по партийным спискам, и там у нас представительство было по итогам выборов на уровне 25% женщин. В аильной кенеше, где квот нет никаких, идут прямые конкурентные выборы, у нас получилось 13% всего женщин. Представляете? То есть это очень низкий порог, это, ну, я не знаю, там, если у нас, если международная практика рекомендует, чтобы было минимум пред, то здесь мы даже близко не приближаемся к этому целевому показателю. При этом у нас есть аильные кенеши, в которых изначально нет ни одной женщины. И таких аильных кенеши у нас 70. Очень плохо, потому что именно на местном уровне решается вопрос садиков, школ, там, и так далее, и так далее. Все, что как раз касается женщин, детей, стариков, и прочих. Ну, да, социальный сектор, то есть социальные вопросы, которые пишут, то, конечно, женщины поднимают. Да, да, и если там нет женщин, соответственно, эти вопросы никто поднимать не будет, да, и, соответственно, они не будут там решаться. Сказала Кочербаева. Что касается выборов в городские кенеши, подобная квота там уже усовершенствована. Принята норма, по которой разница между женской и мужской фамилиями не должна превышать две позиции, то есть каждый третий должен быть лицом другого пола. Статистика выборов в местные кенеши совсем печальна. Если выборы в городские, управленцы проходят по партийным спискам, то избрание в аильной кенеши происходит по мажоритарной системе. Это означает, что никто и не обязывается в числе кандидатов представлять женщин. В итоге их практически нет. На том уровне, где они нужны более всего. Если быть реалистом и учитывать, что большинство мужчин в парламенте, и они же являются лидерами тех партий, которые будут распределять мандаты и так далее, и у них совершенно нет никакой заинтересованности в том, чтобы менять, то, конечно же, большой поддержки мы там можем не получить. Но, с другой стороны, все-таки давление со стороны общественного мнения есть. Есть и сторонники в парламенте. Поэтому я буду оптимистом и буду рассчитывать на то, что все-таки предложения поддержаны. Заключила Зюльфия Кочербаева. В целом, члены рабочей группы сходятся во мнении, что если сейчас пропустить еще несколько выборных кругов, то количество кенеши, где женщин нет, вообще увеличится. Как следствие, для избирателя станет очевидно, что политика – это не женское дело. И тогда есть риск того, что гендерные стереотипы перейдут в разряд нормы. Однако есть еще одно мнение по поводу женщины в политике. Его высказала член ЦИК Гульнара Джурабаева. Она считает, что если женщина не способна сама себя защитить, то она не лидер, а значит, ей не место в жестокой игре под названием политика. Представительница Центра избиркома выступает за то, чтобы предусмотреть законе норму, по которой женщинам будет гарантирован свой лимит мест в законодательной власти. Но с оговоркой, что сами они научатся приходить со своей повесткой, завоюют авторитет и не дадут себя в обиду. Конечно, должна женщина быть в парламенте, у меня даже и вопросов нет. Понимаете, вот женщина в политике обязательно должна быть, потому что тогда политика становится менее конфликтной и менее ожесточенной. Все равно женщина, она больше склонна к сотрудничеству, а она в большей степени готова свои личные амбиции, свои личные притязания, притязания, спрятать их, да, отказаться от них в интересах общего дела. И второй момент, я считаю, что женщина более склонна к публичности, к прозрачности, потому что как бы ей в меньшей степени есть что скрывать, и в меньшей степени она склонна вот к таким кулуарным договоренностям. Хотя, конечно, они тоже в этом участвуют, я ничего не скажу. Ну, политическая культура у нас еще вот пока такая. Женщины должны в первую очередь консолидироваться между собой, как те, которые в парламенте, так и вне парламента, но интересующиеся, допустим, политикой. Мужчинам это не совсем нравится, потому что это же такая достаточно ужесточается конкуренция, внутрипартийная, скажем, да. И партийным лидерам, конечно, очень нелегко, потому что на них оказывается давление с разных сторон. Это, наверное, всегда так, когда дело связано с мандатами. Сказала Джурабаева. А вот тональность мужчин совсем иная, и это, несомненно, чувствуется. К примеру, лидер фракции Кыргызстана, из которой и ушли со скандалом сразу две дамы, считает, что количество женщин, которые в парламенте присутствуют сейчас, вполне рационально. Кстати, от чуткого ответа на вопрос, поддержит ли он норму жесткой гендерной квоты, Канат Исаев уклонился. То, что сегодня соды закреплены права женщин, это уже большой толчок вперед, не менее 25%, да, каждое четвертое.